В минувшую пятницу весь город Уфа обсуждал эпический провал асфальта на улице Блюхера. В разгар рабочего дня прямо на проезжей части образовалась гигантская воронка, провал размером аж с ладу-калину, очень глубокий, на дне этого провала бурлил водный поток, но, увы, это не единственная проблема ЖКХ в городе Уфе. В последний месяц на оперативных совещаниях в правительстве перестали обсуждать вообще ситуацию в ЖКХ, рассказывать нам о том, сколько было отключений, аварий и так далее, то есть вообще эта тема снята. Ну, собственно, придется нам, наверное, уже вести обзоры вот этих вот коллапсов и коллизий в ЖКХ Уфе и Башкортостана. Ну, как говорится, поехали. Улица Бокалинская в Уфе. Вторую, подчеркиваю, вторую неделю утечка воды из водопровода. Вообще рекой течет вода по улице и, собственно, заплатим за эту утечку и водоканалу мы все вскладчину через общедомовые нужды. Ну, еще десятки больших и малых потоков по всему городу вода хлещет из всех дыр. И напомню, мы за нее заплатим, она не просто так утекает. Вот. Район Сипайлова. На этой неделе авария. Без воды остаются 10 домов на улицах Гагарина, Рыльского, Академика Королева. Ну, собственно, у Головановы, видимо, все по плану. Она не собирается нам рассказывать ни своим ртом, ни ртом господина Палтусова об этом всем. У них все по плану. Вы, конечно, спросите, а что же делает мэр города Уфы, города, попавшего в такое непростое положение? Отвечаю. Ратмир Мавлеев целиком и полностью захвачен идеей строительства летнего кинотеатра на набережной реки Белой. К зиме, уже к зиме уфимцы смогут увидеть отечественные фильмы на свежем воздухе. Но это примерно из той же оперы, что снегоплавильный завод, но к лету.